Доброе утро, мои хорошие. Или добрый день, или добрый вечер. Смотря в каком часовом поясе вы меня смотрите, с вами любовь. Меня до сих пор спрашивают, почему мой канал называется Next Station. Поясню. Скорее всего я об этом говорила последний раз, наверное год назад или полтора года назад. Все началось со сноуборда. Дочка меня, Верочка, Верочка, дочка меня поставила на сноуборд в 2005 году. И мы с ней стали ездить. Сначала в Андорру поехали на горнолыжный курорт, потом мы стали ездить в Майрхофен в Австрию. Вот едем на электричке в горы от гостиницы. И каждый раз Next Station, там долина Циверталь, там Next Station, еще что-нибудь. Я думаю, как здорово, следующие станции, следующие станции. А каждая следующая станция, она настолько красива. И когда я открыла свой канал, у меня совершенно точным, я даже не задумывалась о том, как я назову свой канал. Это будет Next Station. Потому что каждый новый ролик, это как следующие новые станции. Такое предисловие. А следующая станция у нас. Продолжение перестановки, легкого ремонта, я говорю, легкого ремонта. И мы стараемся успеть к Новому году. Шкаф уже привезли, сейчас я вам покажу его поближе. Все-таки я наконец решилась покрасить двери. Вы знаете, это такое решение, достаточно нелегко дается. Потому что испортить двери большого ума не нужно. Нужно подобрать хорошую краску, без запаха, и чтобы она хорошо укрывала. Ну, в общем, все впереди. А сейчас покажу вам наш шкаф. Да, не открываю дверь в комнату, потому что, ну, там еще легкий беспорядок. Еще легкий беспорядок. Сейчас все уберем, в шкафы все загрузим. И тогда уже можно показать, ну, наверное, всю квартиру. Сидишь? Ждешь? А чего ты ждешь? Заказала комод в цвет молочного дуба. Аквариум перенесем в нашу спальню. Естественно, здесь все освободится. И да, действительно, я хочу, чтобы здесь было зеркало. Чтобы здесь было зеркало свободно. Можно было подойти на себя, посмотреть. Так, а и, в общем-то, вот сам шкаф. Так, двери, конечно, Надюша здесь поменяет, естественно, в свою спальню, в зал. Так, здесь рюмочки. Еще не полностью заполнен. Так, Саша еще обещал сделать доводчики. Здесь наш бар. Кстати, цвет очень приятный. Ой, пахнет как мебелью. А знакомо чувство, когда пахнет новой мебелью, ощущение новизны, что-то нового. Так, здесь так вот. Да, Саша здесь уже сделал доводчики. Мягко закрывается, видите. Чтобы не хлопать по утрам. Давай, 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 давай. Так, здесь. В общем, как бы ничего особенного и ничего нового. Но все-таки новое. Вот так вот у нас смотрится. Мои дорогие подписчицы, мои дорогие зрительницы. Вы знаете, как приятно получать комплименты. Да, именно приятно слышать комплименты от нас, женщин. Как вы мне написали, что как приятно смотреть. Так всегда прическа, всегда макияж. У меня раньше был свой мастер по стрижке волос. Но, к сожалению, она переехала. И я несколько месяцев ходила к разным мастерам, пока я не нашла своего мастера. Когда ты утром просыпаешься и, в принципе, вот так вот делаешь, и у тебя уже укладка. Вот в чем плюс коротких волос, правда? Смотрите, вот, вот она уже укладка. Так вот сделал. Все, я уже уложена. Так что спасибо, мои дорогие, за приятные комплименты и за очень трогательные слова. Ну что, пора браться за покраску. Я уже в прошлом видео говорила о том, что я хочу покрасить двери. Менять совсем не хочется, потому что здесь у нас двери очень крепкие, очень хорошие. А вот по цвету совершенно не подходит. Поэтому я купила краску, посоветовалась со специалистами. Краска наносится прям на лакированную поверхность. Оказывается, не нужно шкурить. А я тут уже начала шкурить. Вот видно, что я начала шкурить и понимаю, что нет, это не мое точно. Красить еще куда не шло, но шкурить нет. Вот. Конечно, хочется в цвет, в цвет обои все покрасить. Нет, это не тебе, Чарли. Отходи. Так, Саша мне подарил набор для маляра. Для меня, то есть корыца маленькая, кисточку. Вот такой вот валик специальный для такой краски и скотч малярный. Все, говорит, дорогая, крась. Чалюша, пойдем красить. Мальчик. Пойдем красить. Вот такая краска предназначена для мебели. Единственное, что я ошиблась. Вот видите, цвет турмалин, ну, вроде как подходит к обоям. Но, она с перламутром, а это значит, что краска полупрозрачная. А мне нужна плотная. Поэтому, когда вы будете красить мебель, имейте в виду, что нужно брать плотную краску. Съездила в Леруа и купила этой же фирмы краску, только она более плотная. Называется Лен. Это восторг. Более лучшей краски, вообще нанесением лучше, я разволновалась даже. Более лучшей краски я нигде еще не встречала. А красить я люблю. И крашу я, по-моему, лет со восемнадцати. В общем, это восторг, честное слово. Сейчас покажу, какой цвет. Вот такой получается. Хотя и написано Лен, я думала, что Лен у меня нарисован на банке вот такого цвета. Ну, примерно вот такого вот, ближе к коричневому. А он получается серый. Ну, вот. Ох, я радостная такая. Выдыхаем. И сейчас покажу кисточкой. Кисточкой нужно проходить сначала вот эти вот места. А потом уже валиком. Очень легко наносится. Поэтому следующая моя будет работа. Это кровать и комод в спальне. Кисточкой нужно подп ties. Включаю себе здесь аудиокнигу и спокойно потихонечку крашу. Тем не менее и Сергей и Иван изредка посещали такие места. Куда же было им деваться, если симпатичные девушки свято принимали на веру все, что им скажут по телевизору или напишут в глянцевом журнале. И пребывали в совершеннейшей уверенности, что именно такой ночной клуб – идеальное место для проведения выходного вместе с подругами. Сегодня в клубе было очень много симпатичных девушек. Они выгибали спины, изящно курили, оттопырив мизинчик с затейливым маникюром и стреляли глазками по сторонам. При этом упорно делая вид, будто они находятся здесь исключительно для того, чтобы просто потанцевать или прокричать друг дружке в ухо какие-то новости. И она здесь находится случайно. Сергей хотел толкнуть друга, чтобы обратить и его внимание на это чудо, но увидел, что Иван давно уже смотрит на очаровательную соседку и даже пытается подавать ей какие-то знаки. «Правда хороша!» – прокричал Иван Сергеев в ухо. «Давай с ней познакомимся! У неё наверняка и подруга есть!» Девушка действительно была очень эффектна и не могла не привлечь внимания ребят. «Правда хороша!» «Правда хороша!» «Всё! Пора делать перерыв!» «Пора делать перерыв!» «Пора делать перерыв!» «И что-нибудь вкусненькое приготовить!» «Ну а я сегодня готовлю блинчики с начинкой!» «Ничего нового! Но вдруг вам это пригодится!» «Стакан кефира!» «Поскольку у меня есть весы, то я взвесила!» «Это 300 грамм!» «Пол чайной ложечки соли!» «Сахара, наверное, одну-две чайные ложки!» «Поскольку блинчики будут с мясом!» «Мне нужен кисло-кефир!» «Поэтому можно добавить уксус!» «Для интереса посмотреть, какие получатся блины лучше с уксусом или с лимонной кислотой!» «Можно воспользоваться блендером!» «А можно взять просто венчик!» «Если точно вешать в граммах, то муке нужно 200-250 грамм или полтора стакана!» «Можно просеивать, можно не просеивать!» «Поскольку мы не готовим булочки, нам просеянную муку как бы не обязательно добавлять!» «Два яйца!» «Немного соды!» «И вытрыми можно поставить чайник, чтобы он скипел!» «Соды немножечко!» «Тесто я по-разному делаю!» «Иногда в кефир сразу добавляю яйца!» «А иногда яйца потом!» «Вообще это не принципиально, когда готовишь заварные блинчики!» «Чайник у меня вскипел!» «Обычно я наливаю на глаз!» «Сейчас я сделаю так!» «Стакан крутого кипятка!» «И быстро замешиваю!» «У меня показалось, что густовато тесто, поэтому я еще добавляю кипятка!» «И поскольку у меня не кулинарный канал!» «Мы все делаем на глаз!» «Вообще я предпочитаю все делать на глаз!» «Знаете, как по наитию!» «Исключение составляют прям вот конкретные кексы, может быть торты!» «Там уже понятно, что все нужно прям по грамму!» «Но уж блинчики-то наши бабушки никогда не взвешивали на весах!» «Когда готовили и добавляли какие-то ингредиенты!» «Так, теперь подсолнечного масла на 2-3 столовые ложки!» «Нет, 2-2-2-2-2!» «Очень нравится мне вот такая сковородка!» «Я купила себе на дачу!» «И специально поехала на Китай-город!» «Купила сюда, домой!» «Очень нравится!» «Это не тефаль!» «Я не знаю, пишут, что мраморное покрытие!» «Ничего не пригорают!» «И вообще мне нравятся вот такие пупырышки!» «Когда готовишь мясо, курицу, котлеты и блинчики!» «Вот с такими пупырышками!» «В общем, она должна хорошо нагреться!» «Очень хорошо!» «Так, чтобы не обляпать плиту!» «В общем, если первый блин будет комом, то можно еще добавить кипятка!» «Он уже поставила!» « ostat Anatomy later…» «А мне очень нравится!», «эрость!» «Угу» « realiseэ Interior» «…ен graduating thanks» «…вот е것- накрутила фарша и смешала мясной фарш вместе с куриным добавил лучок такой знаете фиолетовый вот теперь такой виден фиолетовый лук и 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